МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом канале новости в студии Ларисы Медведской. Здравствуйте. В Москве прошла вторая по счету вечерняя репетиция парада в честь Дня Победы 9 мая. В ней приняли участие более 15 тысяч военнослужащих и десятки единиц бронетехники, в том числе новейшие разработки. За шествием наблюдал наш корреспондент Клим Санаткин. Их встречают криками и аплодисментами по главным улицам Москвы. Колонна боевой техники подъезжает к самому сердцу столицы, Красной площади. Слушайте и смотрите Красную площадь. Привел, так сказать, семью, чтобы тоже познакомились, чтобы воспитать, так сказать, патриотизм с детства ребенка. И чувство любви к Родине. Во главе колонны военной техники знаменитые Т-34. 9 мая впервые будут продемонстрированы и новые модели БТР и БМП. Зрители увидят будущее ракетных войск, сверхсовременные комплексы ЯРС. Но, пожалуй, больше всего на трибунах в этот вечер говорили о новом танке Т-14 «Армата». Этот участник заведен издалека. Самая ожидаемая новинка. Танк Т-14 «Армата» впервые на Красной площади без зачехленных башен, как это было на предыдущих репетициях. У зрителей буквально считанные секунды, чтобы вот так вблизи расследеть каждую деталь самой ожидаемой разработки российских конструкторов. Хоть военные и приоткрыли завесу тайны, как будет выглядеть новый Т-14, в нем по-прежнему много загадок. Особая защита делает его невидимым для радаров противника, а сам он способен пробить броню любого современного танка. После появления первых фотографий «Арматы» на сайте Министерства обороны России, издание «Вашингтон-Пост» тут же назвало его одним из главных событий будущего парада. Россия покажет танк Т-14 «Армата» – один из самых сложных в мире, с автоматически управляемой башней и возможностью использовать целый ряд крупнокалиберных боеприпасов. Согласно данным американских военных, экипаж танка будет сидеть внутри бронированной капсулы, более просторной по сравнению с другими советскими и российскими танками. Впрочем, это не единственное, чем будут удивлять зрители 9 мая. Первыми на площадь выйдут парадные расчеты. Более 16,5 тысяч военнослужащих, полк сухопутных войск, моряки, десантники, офицеры военно-воздушных сил и других воинских формирований. Все красиво, аккуратно, ровный строй. Достойно. Все очень достойно, несмотря на то, что это репетиция, а не официальные выступления пока. Но все старались, как будто в последний раз. И очень большая гордость за страну, что все так замечательно на высшем уровне. У меня сын в морской пехоте. Он идет в первой парадной коробке, правой фланговой. Я в таком восторге от увиденного. Просто сердце бьется до сих пор. Уже 7 мая генеральная утренняя репетиция парада победы. На этот раз в небо поднимется и авиация. 143 вертолета и самолета. Клим Санаткин, Андрей Федоров, Дмитрий Волков, Илья Марьин. Первый канал. Москва. Влиятельная газета Financial Times в преддверии 9 мая опубликовала редакционную статью, в которой назвала достойным сожаления отказ западных лидеров приехать в Москву на празднование 70-й годовщины Великой Победы. На страницах издание отметило, вклад народа Советского Союза в борьбу с нацизмом переоценить невозможно. Всякий, кто задумывается о масштабах страданий во время Второй мировой войны, должен сожалеть о том, что западные лидеры не приедут в Москву в субботу. В 70-ю годовщину Победы миру следовало бы сплотиться, чтобы не только почтить память павших борцов с нацистской тиранией, но и осознать непростые нравственные уроки конфликта. Основатель французского национального фронта Жан-Марий Лепен заявил о желании отречься от своей дочери, Марина Лепен, которая возглавляет его партию. С таким заявлением 86-летний политик выступил в эфире радиостанции «Европа-1», комментируя решение исполнительного совета надфронта о приостановке его членства за провокационные высказывания. Политик пожелал дочери поскорее выйти замуж и вести кампанию под другой фамилией. Конфликт, напомню, разгорелся после провокационных высказываний Жан-Мария Лепена, заявившего, что роль маршала Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство Франции в годы Второй мировой войны не была негативной, а газовые камеры, в которых нацисты уничтожали людей, не более чем деталь истории. Высказывание отца Марин Лепен сочла неприемлемыми и потребовала его полного отстранения от партийной деятельности. На Камчатке из-за мощного извержения Ключевского вулкана закрыто авиасообщение в 50-километровой зоне. Турфирам рекомендовано не организовывать экскурсии в опасный район. Как сообщили в местном управлении МЧС, 4 мая произошел парогазовый выброс с примесью пепла на высоту 7,5 километров над уровнем моря. Облако распространилось на 40 километров в северо-восточном направлении. Добавлю вулкан Ключевской, один из самых активных в Евразии. Последнее завершение началось в январе этого года. Байкеры из российского мотоклуба «Ночные волки» продолжают мотопробег по Германии. Накануне днем они посетили мемориальный комплекс «Дахау», чтобы возложить цветы и почтить память жертв, расположенного там некогда концлагеря. Он был открыт в 1933 году и просуществовал до апреля 1945. За это время через него прошли более 200 тысяч заключенных. Десятки тысяч, в основном советские узники, были уничтожены. Добавлю, что ранее «Ночные волки» возложили венки к памятнику советским воинам в Вене, мемориалам в Братиславе, Мюнхене и ряде других городов Европы. Завершить пробег, приуроченный к 70-летию Победы, они планируют 9 мая в Берлине. И на этом все. Оставайтесь с нами на Первом канале. Всего доброго. До скорой встречи.